Милостынь Милостынь Флора Ханом Нигар Ханом Очень рада встрече с вами на территории кино И сегодня эта встреча проходит в гостях у Флоры Ханом У нее дома Флора Ханом Я благодарю вас за то, что принимаете нашу съемочную группу у себя И очень хочу от имени телеканала CBC Вручить вам букет цветов в знак поклонения перед вами И вашим творчеством Сабиночка, в вашем лице, в лице вашего коллектива Благодарю CBC за внимание Спасибо Мы не первый раз с вами вместе Вы успели полюбиться Вы успели быть значимой Это очень важно И вы знаете, когда беседуешь с умной женщиной Когда вопросы Можно я себя похвалю? Когда вопросы Заставляют задуматься Респонденту Вот это уже Если сегодня Я знаю, что не голенькая она Никогда все золотым да галмур Но если я Где-то, где-то Или еще чем Это благодаря вашему авторитету Вашему интеллекту И еще благодаря тому, что великолепных людей Вы сегодня пригласили к нам домой Благодарю вас, Флора Ханом А для нас встречаться с вами Это особое событие Флора Ханом Действительно особое событие Потому что вы, Флора Ханом Это особое событие Как сказал наш известный поэт Баба Вязероглу В фильме Нигер Ханом Вы особое событие В нашем музыкальном мире И я подписываюсь под этими словами И я бы сказала Не только в музыкальном мире В нашей азербайджанской культуре Вы певица, которая навсегда вошла Не то, чтобы вошла Поселилась в сердцах миллионов людей Не только в Азербайджане Вот о таких, как вы, людях Говорят именно певицы на века И нет границ ни возрастных Ни в поколениях У ваших почитателей, Флора Ханом И я очень благодарна Нигер Ханом Также за сегодняшнюю встречу Потому что эта встреча посвящена Как вам, так и фильму Который Нигер Ханом посвятила вам Фильм о нашей великой Флоре Ханом Керимовой Нигер Ханом, большое спасибо Нигер Ханом, талантливейший человек Режиссер, ученица нашего мэтра Рустама Брагимбекова И я бы сейчас, Флора Ханом Конечно же, хотела с вами поговорить Об этом фильме, о том Кто такая Флора Ханом Для Азербайджана Для азербайджанского искусства Скажите, пожалуйста Когда Нигер Ханом вам Предложила вот эту работу Это такая кропотливая работа Это такой труд Титанический Доченька Пять лет До выхода этого фильма Она копалась буквально В архивах Причем очень строго К себе строго Ну почти Ну не жалела себя И она искала Вот что меня удивляло в ней Она искала оригинал А не те кадры Которые попадались ей по интернету Она искала оригинал А вот там уже начинались Ее мучения Хождение по мукам А как вы вообще отреагировали На то, что Нигер Ханом Хочет посвятить вам фильм? Вы знаете Ну, наверное, прежде всего Когда-то очень не объективное Отношение ко мне Она любила мой голос Она любила мои песни Любила мой репертуар Она Вообще меня никак не знала А по песням судить о творческом человеке О творчестве По творчеству Судить о творческом человеке Очень Ошибаешься просто Иногда на все сто Наверное, судьба моя Неудача И в то же время Все это сопровождалось Можно я себе так скажу Любовью зрителя И как-то сама по себе Получилось Мы с ней сблизились Я бы не знаю Это была Не просто дружба Творческих людей Были глубокие отношения Матери С дочерью Она меня Увековечена Она раскрывала Моменты Которые были Только мне известны И потом Она своей Искренностью Просто добивалась Моей раскованности Я уже Когда давала ей интервью Съемки Я уже не думала о том Что обо мне Подумает зритель Прежде всего Я не имела права Перед ней Быть неискренней Это было бы Очень несправедливо Потому что Вы знаете, доченька На тебя Доверительно Смотрели Глаза Которые понимали тебя Которые вместе с тобой Прожили эту судьбу Которую я Сейчас рассказываю Предположим Я не могла ей отказать И очень много Я очень сожалею Что много Я от нее скрывала Бывали моменты Когда Не ко времени Вопросы были Очень строгими Очень Почти провокационными Это не потому Что она меня вызывала Она хотела Знать суть Насколько она Права Своей симпатии Ко мне То есть Это была Где-то дочери И проверка Ее впечатления Обо мне Нигер Хам Сказала Что Желание Снять фильм У вас Появилось От вашего Отношения К ее творчеству К ее личности Скажите А вот как вам С ней работалось Вы знаете Я вам скажу Такую вещь Что Когда я узнала Этого человека Ближе Не только Как Великолепную Певицу Естественно Все Все это знают Но Когда я узнала Ее как человека Я захотела Чтобы об этом Узнали все Потому что Знаете Ведь ее Очень многие Даже в откликах Когда люди писали Вот просмотрев фильм Они Многие говорили Что мы совершенно Не знали Флорахам То есть мы Она Мы ее такой Не знали То есть да Мы восхищались Ее голосом Ее творчеством Это все Естественно Но Они не знали Ее как человека А это очень важно Потому что Знаете Я Честно признаться Я до сегодняшнего дня Не перестаю Ей восхищаться Как личностью Помимо ее Творчества Но Когда ты знаешь Об этом человеке Вот То что Многие не знают И ты Поэтому Хочешь донести До людей Что вот этот человек Она вот такая Они могут Многое разное Рассказывать Да Какие-то небылицы Потому что Популярный человек Он обрастает Какими-то Слухами Там Домыслами Мне захотелось Ее представить Такой Какая она есть И поэтому Знаете Когда мы с ней Я во-первых Очень-очень полюбила Этого человека Мне говорят Скажи Уважаю Это все понятно Я действительно Очень ее люблю Нужно любить Человека Чтобы Понимаете Вот Всем Вот сделать Я не знаю Хороший фильм Или плохой Я его делала С любовью С любовью Понимаете Вот делала С любовью Кропотливая работа Какой-то фотографии Не хватало Мы мучились Доставались Таких архивов Вы не поверите То есть Вообще Эти фотографии Никто никогда Не видел Не только Флорхам Ее педагогов Помните Да Педагоги Которые вообще О педагогах Где она доставала Эти фотографии О них вообще Никто никогда Не говорил То есть А эти люди Создали Да Первых вокалистов В Азербайджане То есть Школу Вот эту Вокальную И поэтому Хотелось бы Чтобы их имена Произнеслить Потому что Их заслуга Огромная Я не сказала Что мы снимаем Фильм Потому что Флора Хамовна Что-то такое Большое Подписать Очень сложно Савин Хамовна Поэтому Снимали мы Она человек Не капризный Вы знаете Некоторые говорят Что Но ее сложно На что-то подписать 90% Песен Которые Флора Хамовна Спела Ее композиторы Буквально Ну и силком Тащили Чтобы записать Чтобы записать Другие люди Просят Композиторов Здесь было Наоборот И поэтому Мы Флора Хамовна Ну я сказала Просто интервью Это просто интервью И вот мы с ней Поэтому Савиночка Я перебываю Нигуленька Четыре часа Фильм Четыре часа Все раскрывается Когда я первый раз Посмотрела Я задыхалась Савиночка Мне не хватало Воздуха Я когда себя Увидела На экране Не образ А судьбу Вы знаете Мне было Просто плохо Я по-моему Даже вышла Из зала Потому что Я сидела И думала Во-первых Переживала Я сопереживала Героиню А вот как человек Чисто индивидуально Как можно Через такое Пройти И не очерстветь И я ей Очень благодарна Флора Ханом А вот Не утаить о себе Ведь очень много Это ваше личное Что-то отболевшее Что-то до сих пор Теребящее Душу Вот Как вы могли Вот так Не утаив ничего Открыто рассказать От души именно Нет, доченька Не открыто Столько здесь Еще есть Не открыто Есть вещи Которые я не могу Озвучить Потому что Тогда Я многое Ситуацию Не понимала В Азербайджане Что переживает Моя родина Моя страна Тогда же Все было закрыто Тогда Информации Не было Интернета Не было Ни с чем Было сравнивать Ни с чем Было анализировать И во многом Я ошибалась Ошибалась Это потом Двери Я могла бы Я могла бы Что-то вычеркнуть Я могла бы Успокоить Я могла бы Забыть Это все было Во мне И мало того Доченька Мало того Что от всего этого Я страдала Страдали мои дети Мой сын Моя дочь Мамы не было Когда Бывали моменты Когда я думала Как хорошо Мама это не видит Мама это не слышит Мама об этом не знает Это очень тяжело было Очень В фильме Про вашу маму Тоже есть фрагменты Причем Одни из самых Теребящих душу Вы знаете Я посмотрела Фильм Два раза Посмотрела И вот Именно вот В те моменты Когда речь Сла о вашей маме Когда вы Рассказывали о ней Такое впечатление Что мама Как будто была Для вас Ангела-хранителя Она и была Когда мы Очень бедно жили Когда мы Очень нуждались Ее любовь Меня насытила И я не Я не голодала Согрила Знаете Вот Прижмет к сердцу О Масяна Гурпа И конечно Она старалась Себе показать Очень Ну Довольной жизнью Она Она Внешне Была очень Симпатичная У нее Были Садавь Зубы И Прекрасная Улыбка И когда Ей было Очень трудно И когда Я уже Осознавала Она Она мне Улыбалась И как будто Она дарила Вы знаете Вот я До юрдум Я забывала Что я голодна Я забывала Что у нас Нет хлеба Потому что Мама Она Гурбан Все Для меня Уже Все Мама Всегда Боялась Что вдруг Мне не похлопают Я Вышла И тут же Глазами Ищу ее Увидела Успокоилась Пою Последняя Нотка Она же Моей песни Знает Уже Завершается Последний Аккорд Она начинает Хлопать И глазки Такие И лицо Такое И она Смотрит Вокруг Она хлопает Услышали Этот Вот Ее Желание Чтобы услышали Ее Будут хлопать И вдруг Овации Один раз Два раза Пять раз Десять раз Потом Я это Заметила Я вначале Не замечала Я говорю Мамочка Ну почему Ты так делаешь Ты же видишь Меня принимают Попробуй Один Не похлопать На голос Звонкий Большой И красивый Тембр Пусть меня Зрители Простят Что я так О себе Говорю И мама Сказала Хорошо Я выхожу На сцену Как всегда Еще и она Сидит Я как-то Глазами Ей даю Знать Что мамочка Не хлопай И я так Нежно Рукой Ну как могу Нежно Да Нежно Так рукой Мамочка Мам Не хлопай Песня Уже Завершается Я со страхом Смотрю На маму Мол Не хлопай Я так вижу Маму Опять И то же Выражение лица Беспомощное Поддержите Мою дочь Поклопайте Ей Ну а потом Когда она Убедилась Что в этом Нет необходимости Она перестала Хлопать Вы признались В фильме Что с самого детства Было очень много Сложного Вы так и сказали Что росли В зиме В непогоде Но и много Радостного Много Счастливого В вашей жизни Тоже было Вы сказали Что судьба Вела вас Так Как предписал Всевышний Ну она В принципе Флорах Она всех Ведет Людей Так Просто Одни Это Недооценивают Или же Непонимают Недопонимают Вот когда В какой момент Вы поняли Что вас Ведет Всевышний Вот вы сказали Недооценивает Я никогда Не думала О том Что вот Меня недооценили Кому-то Что-то дали Кто-то Что-то получил А вот Почему я Стала Я Анда Дочером Я никогда Об этом Не думала И поэтому Боль Зависти Или Боль Сравнения Я никогда Не мучила Но Я удивлялась Я Бунтарь Нигуленко Не даст Мне Пофантазировать Конечно Мне будет Стыдно Перед ней Я Конфликтовала С Боженькой Аллахам Да Причем Знаете Почему Со мной В этом Вопросе Есть Эгоизм Почему Так Почему Так Ведь ты Могу Распорядиться Иначе И моя Была Вся Судьба Заключалась Одно Рукой Даешь А другое Отнимаешь За что За что Я Бунтовала Но Я Не соглашалась С ним Одно Время У меня Был Лозунг Я Рат Масан Я Шат Зачем Меня Так Мучить А больше Всего Нигул Меня Знает Меня Мучили Потери Биологические Потери Физические Потери Я Очень Быстро Забывала Потому что Я все время Не хотела Чтобы Судьба Смеялась Надо мной Но Биологические Потери Куда Что Можно Изменить Ушел Из жизни И что Вот тогда Я С ним Конфликтовала Зачем Забрал Отдал Потом Забрал Зачем Ведь Ты же Не хочешь Чтобы Я была Несчастной Ведь Ты же Не хочешь Чтобы Я Как Моя дочка Говорю Ползнила Она была Когда маленькая Ползнила Ты не хочешь Что Ты мог бы Это Тоже Этим Наказать Меня А почему Отнимаешь И не получала Ответа И опять Конфликтовала А иногда Я Ну просто За что Мне за что Нет Вообще За что За что Мой сосед Голодает За что Там Что-то Случилось За что Где-то Погибают Люди Вот это За что За что Раз и Да Мену Судьба А мне За что Но вы Сейчас Как-то К этому По-другому Уже Относитесь Нет Я Бунтую Бунтую Против него Но я Его Люблю Уверяю вас Последнюю Минуту Мне просто К сожалению Я когда-нибудь Нигуленьке Расскажу И она Тоже Я сказала Только после Моей смерти Есть вещи Есть вещи Которые Только Нигуля Знает И только Она Должна Знать Нет Все равно Бунтую Бунтую Вот я Вымаливала У Бога Внука Просто Вымаливала Регулярно Читала Аят Кирсю Потому что Я боялась Что у Моей дочери Она никогда Не будет Матерью Вернее Я очень боялась И вдруг Слышу Что У меня Будет Внук Вот удивительно Мы когда С Нигулей Делились Вернее Я делилась Своими Мыслями Мне казалось Что Бог уже Написал Судьбу И все Я должна Прожить Я никогда Не соглашалась Раньше Когда Мне говорили Что У тебя Есть Право Выбора Я думала Что Ни один Человек Не может Добровольно Выбрать То Что Ему Вредит А в Некоторых Случаев Это Так Бывает Или Гурбанул Догом Приписывает Или Которая Называется Судьбой Да Или Действительно Я не по тому Пути Иду Я ошибаюсь Субтитры Ну, очень часто меня спрашивают, кто оставил несгладимый след твоей судьбе? Конечно, Ибрагим Мустафаевич. Я помню его. Я чту его память. Фаенко по сей день не знаю. Душа болит. И он, конечно, безусловно, оставил след свое дитя. Это моя дочь. Это был след, но это была вся моя жизнь. Это сын мой. Это моя дочь. И первым, и во втором случае, я год не пела. Я думала, а как я смогу все это одолеть, если какая-то потеря постучится? А я одолела. Мало того, я вырастила детей и достойных детей. Мой сын недавно сказал моей дочери, мне страшно подумать, что мы когда-то приедем в наш город, и там мама не будет. Она не будет нас встречать. Мы не услышим ее голос. Джиночка мне по телефону сказала, и расплакалась. Я тоже расплакалась. Меня себя жаль стало. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Да, это были очень сильные потери. Но у вас очень добрая и прекрасная память об этих людях осталась. Это ваши дети. Это ваши дети. Вот скажите, пожалуйста, они посмотрели фильм. Как они отреагировали? Они скорее оценивали работу Нигули, с точки зрения творчества, чем сочувствовали мне. Да. Да. Потому что они прожили со мной эту судьбу. Для них это было не ново. но по тому, как я арханома это преподнесла. Это уже действительно Джина, я дочку Джиночка забыла. Она говорит, мама, ты увековечилась. когда-нибудь, это моя дочка так почитает, будут писать докторскую и еще какую-то кандидатскую. Это как раз тот источник, который после меня оставит Нигули. Я думаю, что к этому источнику обратятся еще очень многие люди, которые захотят связать свою жизнь с музыкой, с искусством, с культурой, потому что это фильм о Флоре. Ханом Нигиархам, скажите, пожалуйста, почему съемки длились так долго? На самом деле съемки длились очень недолго. Пять лет? Нет, пять лет мы делали фильм. Мы искали материалы, копались в архивах, если не доставал какой-то фотографии, все останавливалось, пока мы не найдем этой фотографии. То есть это на самом деле... И потом я вам скажу, Флорхам материалы очень многие были сожжены, были удалены. Поэтому с огромным трудом приходилось доставать какие-то материалы, видеоматериалы, архивные документы. Это очень тяжело. Флорхам сейчас говорит вот о Боге, я ее слушаю, но ведь по сути абсолют Всевышний, он любит ее, по-моему, безмерно. Но вот никого, вот я не знаю человека, которого бы столько людей любили. не только потому, что она хорошо поет, она просто когда говорит, у нее такая дикция, что подкупает невероятно, понимаете. Поэтому я считаю, что он ее настолько сильно любит. Да, она его очень любит. И в самые тяжелые моменты жизни он ей доказывал, что он рядом. Правда, Флорхам? Он доказывал. это просто невозможно отрицать. Монтаж занял очень много времени, потому что, знаете, как иногда бывает, бывало так, что вот мы уже смонтировали какую-то часть, и вдруг находились какие-то фотографии от каких-то людей совершенно случайно, они как-то, знаете, это невероятно было. Вот нашлись фотографии, которые где-то пролежали у кого-то, и вдруг они через-через мы их находили. Приходилось заново делать монтаж, что-то монтировать заново. У меня характер такой, что если я не все попробую, что лучше, да, я не останавливаюсь. То есть, если я нахожу эту фотографию, это я должна как-то посмотреть, что там действительно подходит, что не подходит. И поэтому с моим характером немножко, может быть, работать сложно монтажем, тем не менее, я с Арханом. Это ответственность, это отношение во-первых, к Флорихану, к своей работе, уважение к себе, к тому, что ты делаешь правильно, если находишь лучше кадр, почему бы не использовать его. И потом о ком делать, да, в первую очередь. Это человек, который заслуживает хорошей работы. Я не знаю, насколько она хорошая получилась, но в любом случае мы ее делали все. И монтажер, и оператор, и все другие люди, которые вовлечены были в этот проект, они действительно работали от души, и оператор Эльман, и Сархан, который монтировал фильм. И я им безмерно благодарна, потому что, знаете, бюджет был очень ограниченным, но благодаря тому, что все мы от того, что Флорхан действительно любим, не только как певица, но и как человека, каждая из нас хотелось сделать эту работу хорошей. Свою дань, отдать уважение. Вот Нигуля говорит, ограниченный бюджет, бюджет был на ее плечах. Ну, это не важно. Я ничего, ни о чем не беспокоилась. Ничто меня не задерживало. Вот я была совершенно свободна. По ее фильму буду диссертации писать. У меня есть биограф, я ему всегда звоню, когда мы разговариваем, вернее, я не звоню, мы с ним контактируем, и он так любопытно все спрашивает, все подробно. Я думаю, что, наверное, после того, когда я буду в небытие, он будет выпускать какие-то воспоминания. Но одно дело читать, а другое дело видеть. Смотреть, конечно. Кино в этом плане это самая лучшая передача информации не только о человеке, о событиях, обо всем, что происходит. Я бы сейчас хотела немножко вернуться к самому фильму Флора Хану, тому, о чем там речь. Вы сейчас в общем-то вы признались, и в фильме вы признаетесь, что были часто непримиримые, порой принципиальные, и вы понимали, что это вам мешает, но все равно продолжали оставаться. Такой скажите, пожалуйста, а вот какие компромиссы вообще были возможны с вами? Нет такого случая. Как у нас получилось знакомство с Нигулей? Я ей дала интервью. Очень жестко в некоторых моментах я отзывалась о своей судьбе, о том, какая я могу быть при каких-то случаях. Через какое-то время Нигархану звонит, говорит, Флорхан, можно, я немножечко смягчу ваш ответ? И она, я говорю, Нигуленька, а что именно? И она читает, и я знаю, что ее смущает. Если при случае что-то, как я могу поступить, я сказала Нигархану, не надо менять. Она мне говорит, но это неестественно. Я сказала, это я. Пусть меня не так понимают, но это я. Другой я не смогу быть. Наверное, если бы вы были бы другой, вы бы не были бы вот этой самой Флорой Ханом. Ну, это и было наказание, самым большим наказанием от Аллаха. Он моей жизни отнимал не мою жизнь. Он через несчастье других делал меня несчастной. он отнимал жизнь у людей, которые даровали мне счастье. Он окольно вот так лаская по головке, давая счастье, отнимал ему. А вы знаете, что он делает? Он оттуда смотрит вниз и говорит, я тебя породил такой смешной, неустроенный, вечно спорящий, вечно недовольный, полусчастливый, полу неудовлетворенный жизнью, полупретензией. Это все я сделал. Я считаю, что если Богу суждено меня забрать или в ад, или в рай, то уж лучше, чтобы он отнял у меня память. Чтобы я не знала, что я умираю. Чтобы я не чувствовала горечь разлуки со своими близкими. Чтобы я не оплакивала себя. Я не буду Боженьку просить лишних часов. Я всегда отвечаю, я бы чуточек скорректировала. А так повторила то, что прожила, но с меньшей болью. Мне было очень больно. Я все время жила, как будто кожа сдирает с меня и сыпет на рану соль. Я до сих пор удивляюсь. До сих пор мне странно. Я хочу видеть мир другим. Не получается. Не получается.